В этом уроке вы узнаете, как выполнять задание, нажмите на паузу и прочитайте задание. Сегодня мы обсудим правила постановки знаков припинания между подлежащим и сказуемым. Между подлежащим и сказуемым ставятся тире при отсутствии глагола связки в следующих ситуациях. Ситуация номер один. Подлежащие и сказуемые выражены именем существительным в именительном падеже. Например, юмор черта богов. Подлежащие юмор и сказуемые черта выражены существительным в именительном падеже, поэтому между ними ставятся тире. Ситуация номер два. Подлежащие и сказуемые выражены числительным в именительном падеже. Например, 4 плюс 3 – 7. Подлежащие 4 плюс 3 и сказуемое 7 выражены числительным в именительном падеже, поэтому между ними стоит тире. Ситуация номер 3. Один из главных членов предложения выражен существительным в именительном падеже. Другой главный член предложения выражен числительным в именительном падеже или словосочетанием с числительным. Например, Чигемское ущелье – одна из жемчужин Кабардино-Балкарии. Подлежащие Чигемское ущелье и сказуемое – одна из жемчужин выражены существительным в именительном падеже и словосочетанием с числительным, поэтому между ними стоит тире. Ситуация номер 4. Подлежащие и сказуемое выражены инфинитивом. Например, Жить, Служить Родине. Подлежащие Жить и сказуемое Служить выражены инфинитивом, поэтому между ними ставится тире. Ситуация номер 5. Один из главных членов выражен существительным в именительном падеже, а другой – инфинитивом. Например, Цель моей жизни – никогда не останавливаться на достигнутом. Подлежащая цель выражена существительным в именительном падеже, сказуемое не останавливаться, выражено инфинитивом, поэтому между ними ставится тире. Обращаю ваше внимание, что в подобных предложениях тире может стоять перед словами «это», «вот», «значит». Например, быть любимым – «вот», «счастье». Подлежащие быть любимым – сказуемое «вот», «счастье». Между ними стоит тире. Между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительным в именительном падеже, числительным в именительном падеже, инфинитивом, тире не ставится в следующих ситуациях. Ситуация номер один. Между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительным в именительном падеже, числительным в именительном падеже, инфинитивом, тире не ставится, если присутствует глагол-связка «есть». Например, мужество есть великое свойство души. Подлежащее мужество выражено существительным в именительном падеже, сказуемое есть свойство, составное именное сказуемое с глаголом-связкой «есть» и именной частью «свойство». Ситуация номер два. Между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительным в именительном падеже, числительным в именительном падеже, инфинитивом, тире не ставится, если между главными членами есть отрицательная частица «не», сравнительный союз, модальная частица, вводное слово, обращение или второстепенный член предложения. Например, пруд как блестящая сталь. Подлежащая пруд выражена существительным в именительном падеже, сказуемая сталь выражена существительным в именительном падеже, между ними есть сравнительный союз «как», поэтому тире не ставится. А на следующем уроке мы обсудим с вами правила постановки знаков припинания в предложениях с однородными членами, поэтому подписывайтесь на мой канал.